Игорь Романенко, основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», генерал-лейтенант с нами на связи. Приветствуем вас в нашем эфире, рады видеть. Доброе утро. Игорь Александрович, не пропадайте. Нет, нет. Да-да-да, все хорошо. Давайте поговорим, да, и все-таки хотелось с этой информацией и с вами обсудить, потому что, ну, и это ваш профиль. Хотелось бы поговорить все-таки о баллистических ракетах, которые Российская Федерация приобрела все-таки у КНДР. Я так понимаю, ну, тут мы можем только предполагать, но, скорее всего, как раз эти ракеты также были переданы с теми боеприпасами, с теми снарядами. Там достаточно огромное количество, около миллиона, то, что получила Российская Федерация со стороны Северной Кореи. Судя по всему, там были также и эти ракеты. Ну, мы видим осуждение, осуждает Белый дом, мы видим также решение со стороны Британии, предупреждение, да, превентивное предупреждение в отношении Северной Кореи в этом отношении. Но все же, судя по всему, Российская Федерация получила эти ракеты. Давайте, вот, Игорь Александрович, с вашего позволения, из того, что мы можем озвучить, баллистические ракеты того класса, который получает сейчас Российская Федерация от Северной Кореи, что мы можем о них говорить, что мы можем о характеристиках говорить, и что это означает, если Российская Федерация все-таки получила эти ракеты, это означает, что арсенал собственных ракет, понятно, что он не заканчивается, будем реалистами. Но все же, для того, чтобы его быстро пополнить, Северная Корея как раз здесь стала той страной, которая может, извините, что я говорю, но помочь Российской Федерации в этом вопросе. Вооружение, техники на войне, боеприпасов никогда не бывает много. Поэтому, конечно, россияне считают, что у них не хватает, не справляются их предприятия военно-промышленного комплекса, и поэтому обращаются к своим союзникам, которых не так уж много, но так или иначе они помогают и достаточно существенно. То есть мы знаем, что по прошлому году, ну, вообще-то обещание до марта месяца Евросоюз хотел нам поставить миллион снарядов, а Северная Корея сделала это там в течение месяца и поставила больше миллиона. Одновременно с этим они поставляют ракеты и такие, как там «Точка», ну и более последнее сведение, что там на несколько сотен километров. «Точка» — это 120 километров, старая она — 90. Вот какую именно поставляют, это еще будет разбираться. Но ракеты, которые сотни километров. То есть здесь важно понимать, что нам надо научиться бороться с ними. Это не такие сложные, как тот же «Кинжал» или «Баллистический Искандер», но так или иначе это ракеты, которые имеют боезаряд достаточно высокий и которые надо уничтожать. Поэтому средством противовоздушной обороны, противоракетной, в смысле ракет, необходимо будет научиться уничтожать именно этот тип ракет. Ну а с точки зрения эффективности, конечно, выявлять и уничтожать пусковые установки, где они находятся, и это делать с упреждением наиболее эффективный, но сложный способ. Потому что надо превышать дальность, надо средства, которые наносят удары по нам, надо вести соответствующую разведку и действовать очень быстро. То есть, конечно, это усугубляет ситуацию. Но здесь хотелось бы отметить еще, то есть это действие с нашей стороны. К сожалению, есть перспектива поставок ракетного оружия со стороны Ирана. И до тысячи километров, и больше тысячи километров баллистические ракеты Тих-110, Дезульфикат. И здесь вопрос, конечно, к американцам и нашим союзникам. То есть, мы видим, как они там осуждают эти поставки. Ситуация развивается. Мы уже с ними, наши военные дипломаты, работают какое время. И военные, и военно-политическое руководство для того, чтобы осуществилось такого рода поставки нам. И к Хаймерсам, атакам со соответствующими дальностями, и Таурус немецкий. Это серьезный вопрос. Спасибо немцам тут очередную партию поставок вооружения. Они нам очень нужны. И там находятся и ракеты к Петриотам. Там Skynex очень эффективное оружие с снарядом, с управляемым подрывом, что очень важно. То есть, на уничтожение цели такой, как шахет или кроватая ракета. В общем-то, низковысотно летящие цели. Необходимо использовать снарядов 100-200, зенитных, малокалиберных, или несколько снарядов Skynex. То есть, это современное качественное вооружение. Ведь это такое, о котором говорил генерал Залужный, о том, что вооружение должно быть новых технологий. Да, у него дальность может быть, и оно действует по маловысотным целям, но оно очень эффективно. Снаряд дорогой, сама техника дорогая. Но еще раз подчеркиваю, всегда за качество необходимо платить. Поэтому здесь очень работают, конечно, руководство. И ожидаем, что все-таки союзники примут соответствующее решение. Мы знаем, что в парламенте Германии обсуждается вопрос по поставкам Таврос. Будем мы бить, используем Таврос по объектам на территории непосредственно России или нет. Хотя, я думаю, что два года, которые прошли, показали, что мы придерживаемся своих обязательств. И мы эффективно, с точки зрения Силы обороны Украины, использовали это вооружение по объектам, скажем, оккупованной части в Крыму, в первую очередь. И об этом и говорил президент, точнее, по нанесению ударов. И, в принципе, в прошлом году были сформулированы задачи относительно деоккупации. Поэтому надо собирать вооружение и технику, проводя стратегическую бронительную операцию, выигрывая это время. А также решительно проводить мобилизацию для того, чтобы укомплектовывать воюющих сейчас и создавать резервы, новые бригады для деоккупации. Спасибо, Игорь Александрович, за этот комментарий. Мы сейчас продолжим. Этот институт изучения войны в продолжении как раз нашей темы говорит о том, что Россия, определенные запасы есть. И понятно того, что своего производства, но ищут все-таки баллистические ракеты за рубежом, потому что они эффективнее обходят ПВО. То есть задача все-таки в этом состоит. Это то, о чем вы сейчас и говорили. Мы же сейчас продолжим. Пожалуйста, Юр. Смотрите, Игорь Александрович, интересуют два аспекта. Если мы говорим о тех атаках, которые уже пережила Украина, и тут можем просто отдать дань уважения нашим силам обороны, силам противовоздушной обороны, которые смогли вот такие самые масштабные атаки. И по словам президента, в частности Владимира Зеленского, ни одна страна мира не переживала подобных обстрелов, подобных атак соответственно. Так что тут силам ПВО и в целом силам обороны дань уважения все должны украинцы отдать. Но если мы говорим о том, чтобы работать на упреждение, интересует два аспекта. Что вы думаете по этому поводу, Игорь Александрович? Первый. Если мы говорим о том, что эта баллистика летит там со состояния в тысячу километров и дальше, получается, что у нас есть только два варианта. Или рассчитывать на помощь со стороны наших партнеров. И то, что они негласно дадут добро на то, что мы сможем использовать их технологии для ликвидации законных для Украины целей на территории Российской Федерации. Надо ли вот этот вопрос ставить острее перед нашими партнерами? И второй аспект. На чем нам уже сейчас стоит делать акцент в развитии своего ВПК для того, чтобы вот те МИГи, Тушки даже не думали взлетать, где бы они там не были? Или С-300 не стреляли где-то из-за Белгорода в частности? Прошу. Я думаю, что надо рассматривать это в контексте следующем. Безусловно, наиболее эффективный способ уничтожения любого средства – нападение, уничтожение пусковых установок до старта этих средств нападения. Мы с вами тоже неоднократно это обсуждали. Поэтому пока идет вот работа с нашими союзниками о том, чтобы они решились, как в свое время сомневались, бить или не бить по объектам в Крыму. Значит, такая же ситуация складывается по военным объектам на территории России. Боятся эскалации, ну там объяснять можно много как, но на самом деле предоставляют только в случае того, чтобы не действовали. В том числе, например, самолеты, которые должны прийти в ближайшее время, тоже чтобы они не действовали на территории или над территорией Российской Федерации. Есть здесь определенные изменения. Например, президент Франции сказал, что право обороняющиеся наносить соответствующие удары. Там со стороны российской пропаганды поднялся высокого уровня вой по этому поводу, пытались, так сказать, и угрожать и так далее. Вот, отслеживать за этими обстоятельствами, но так или иначе работа над этим идет. А пока идет эта работа, надо своему предприятию военно-промышленного комплекса сосредотачиваться на том, чтобы выпускать и развиваться это производство дроновое, причем различных типов воздуха на земле, на воде и под водой. В данном случае разговор о летательных аппаратах, которые бы должны действовать на большей дальности за тысячу километров с большей боевой частью. Системы наведения должны быть более точными и выполнять задачи в условиях применения системы радиоэлектронной борьбы противника. То есть технически это достаточно непростая задача и вопрос не только в количестве. Вот есть амбицизационная задача миллион дронов произвести, но именно бороться за качественные показатели этих средств. И более того, что пока разворачиваются поставки нам боеприпасов артиллерийских большого калибра, и у нас производство боеприпасов таких идет и тоже расширится, масштабируется. Это работа, причем боеприпасов для артиллерии советского образца и уже натовского, то на это время беспилотные аппараты частично могут заменить действия этой артиллерии, хотя по-прежнему это надо иметь в виду. Поражение целей противника на 80% обеспечивается именно артиллерией. Отсюда вес, оснащение боеприпасов и работы наших артиллеристов очень важно. И кроме того, у нас есть ракетная программа, это очень непростое дело. То есть нам нужно свое ракетное вооружение, возможности научные и производственные есть. Понимаемо, что производство, особенно те, которые находятся на территории Украины, постоянно ведутся разведки. И вот конец прошлого, этого года противник не только наносит удары по инфраструктуре, как это было в прошлом году, а ищут в том числе и в первую очередь военные объекты. К ним относятся опять-таки не только аэродромы, но и объекты, где военно-промышленного комплекса. То есть они понимают, что если наберут обороты эти производства, то для них это будет серьезная проблема. То есть вот такие направления развития в ближайшее время по вооружениям, которые бы были эффективны и актуальны на текущий момент. Давайте еще добавим немножко информации. Есть сейчас заявление от Пентагона об учении украинских пилотов на F-16 продолжается. Конкретных данных по завершению тренировочных миссий нет. Но все-таки есть также информация, что до конца года, я понимаю, что промежуток огромный, до конца года этот процесс будет продолжаться 2024. Об этом как раз и заявил спикер Пентагона Патрик Райдер. По его словам, ежедневно группа украинских летчиков продолжает летную подготовку на авиабазе в штате Аризона. Сейчас они изучают основную эксплуатацию в 16 в аудиториях и на тренажерах, после чего должны перейти к полетам. Ну здесь я вообще, так сказать, информационно этот процесс характеризовать неблагодарное дело, потому что, конечно, закрывается этот процесс для того, чтобы, когда появляются самолеты, быть более эффективными. Понимаем вот такой подход. Ну на самом деле различные источники говорят в том числе о том, что чуть ли не появились они уже у нас на территории какие-то. Поэтому, ну объективно подходя к этому, у нас были разные группы различного уровня подготовки. Там были и молодые летчики, и те, которые воевали. Поэтому степень их и скорость их подготовки может и есть разная. И поэтому, значит, то, что наши себя таким образом ведут, надо относиться к этому с пониманием информационным. В данном случае, вот до того времени, когда будет ясно уже, что самолеты здесь, они уже применяются. Дождемся, я думаю, и этого. А вот по информации, которая исходит от иностранных источников, очень широкий диапазон. Понятное дело, что на долгую, там до конца года все это понятно. И без комментариев и подачи. А вот с началом этого процесса, ну в частности источники в истории, в Эстонии, государства, разведки, говорят о том, что они уже или близки, или чуть ли не на территории Украины. Я не хочу этой информацией как-то возбуждать ситуацию. Мы многое, что перетерпели фактически за два года. Я думаю, перетерпим и то, когда они не только появятся где-то там информационно, а когда заявят о себе. А это обязательно будет. И именно это для нас важно. Поэтому я думаю, что это будет в ближайшее время. Игорь Александрович, ну если мы говорим о F-16, да, ну понятное дело, что мы там можем предполагать, или вот есть прогнозы, когда украинские пилоты смогут закончить это обучение, и когда первые вот эти авиационные машины появятся в украинском небе. Каких изменений в первую очередь стоит ожидать, да, на разных участках фронта с появлением авиационной компоненты под названием F-16, да, которые будут на стороне украинских войсов? Ну, во-первых, я хотел бы, чтобы, ну, предлагаю, скажем, оценивать эту ситуацию более прагматично и реалистично. То есть не перегревать ее, что вот появится F-16, как делают отдельные эксперты, прямо украинская вандерваффе, мы сразу на следующий день победим. Это, на мой взгляд, однозначно не соответствует объективным обстоятельствам, потому что эти самолеты 4 плюс поколение, у россиян и Су-35, и Су-34, это поколение 4,2 плюса, и вооружение, которое у них есть, в частности, ракеты «Воздух-воздух» на 200 километров, а те самолеты F-16, ну, и «Гриппин», например, или другие, которые нам даются, они имеют меньшие возможности, и для того, чтобы улучшить ситуацию, союзники модернизируют их, очень важно и очень нужно, спасибо им. Но при всем при том, это где-то среднего по времени выпуска самолетов, и авиационное вооружение, которое будет предоставляться, я думаю, не будет по своим максимальным возможностям, особенно для начала, и поэтому это будет докладывать отпечаток на применение. Кроме того, это ж не будет, что у нас появится несколько сотен этих аппаратов, это, дай бог, чтобы появились там сначала эскадрильи, потом несколько эскадрильи, скажем, ну, и бригада там от 40 летательных аппаратов, а надо для того, чтобы существенно почувствовали, ну, где-то 160, вот такое количество, 150, может быть, самолетов. Но важно будет даже одна эскадрилья по натовским 18, по старым союзным 12 летательных аппаратов. Они будут изменения, конечно, которые почувствуют, и как дальняя рука в противовоздушной обороне, очень важно, и ждем, они могут работать по аэродинамическим целям, то есть те же шахеты, крылатые ракеты, ну, и вертолеты, самолеты на малых высотах, вот по этим типам, значит, средств воздушного нападения, они могут работать и быть достаточно эффективными. Кроме того, необходимы они нам и как штурмовики, для того, чтобы наносить удары, у нас небольшое количество, и сейчас все то, что, значит, проводят наши летчики, это работа каждый день, любой подъем, это фактически подвиг. С учетом того, как у старого парка эти машины, и небольшое их количество, и все это вот превращается в подвиг. Ну, а это неправильно. Неправильно то, что нам надо обеспечить и летчикам, и других наших военнослужащих, таким образом, чтобы они выполняли эти обязанности и не превращали каждую свою день и каждое выполнение задач в подвиг. Необходимо, чтобы вооружение и оснастка, которая им предоставлялась, давала им возможность быть профессионалами высокого уровня, позволяла сохранять свои жизни и выполнять задачи. И это, на мой взгляд, принципиальный вопрос. Но, так или иначе, потенциал, конечно, вырастет с прихода этих самолетов. Ситуация будет меняться не категорично и не сразу. Однако, многое, что додаст в этом противостоянии с агрессором воздушным в данном случае. Спасибо вам, Игорь Александрович. Всегда вам рады. В эфире информационного марафона на телеканале Freedom. Нашим зрителям напомню, Игорь Романенко, основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины». Генерал-лейтенант был с нами на связи.